Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия Крызинелл. Сегодня наконец-таки были подведены итоги конкурса, который проходил совместно с интернет-магазином ImCosmetic, торговая марка Lionel и видеоблогера Marie Create. Я очень рада, что все три призовых места заполучила моя команда. Третье место заняла Катерина Королева, второе место Татьяна Коробко, первое место Юлия Каминова. Я вас всех поздравляю, вы большие умнички, что дошли до финала. Сейчас я вам покажу обзор гель-лаков от Reoprofi и покажу пару дизайнов с материалом этой марки. Я заказала себе базовое топовое покрытие и несколько цветов. Заказала себе супер каучуковую базу. Эта база сохнет как в ультрафиолетовой лампе, так и в ледке. База по консистенции очень густая, гуще даже, чем коди. Ей хорошо можно будет делать выравнивание ногтевой пластины. Также, кстати, такие базы хорошо держат стразы и бульонки. И заказала супер каучуковый топ, чуть пожиже, чем база. Но мне этот топ не понравился, потому что у него плохой глянец и очень резкий запах. Если кто-то пользовался этой маркой, то пишите в комментариях, как она вам. Мне будет интересно знать ваше мнение. Гель-лак под номером 33. Это обычный зеленый цвет. Цвет нанесен в 3 тонких слоя. Оттенок под номером 39. Очень красивый красно-коралловый оттенок. Я его уже пробовала в работе. Он мне очень понравился, но за счет того, что у него более густая консистенция и широкая кисть, неудобно наносить под кутикулу. Ложится идеально в один слой. Оттенок под номером 12. Этот цвет я наносила в 3 тонких слоя. Оттенок под номером 45. Очень хорошо пигментированный цвет. Как вы видите, лег в один слой идеально. И также я заказала себе 2 гель-краски. Одну черного цвета, другую белого цвета. Эти гель-краски предназначены специально для техники по мокрому. И как раз в этом видео я вам покажу, как ими пользоваться. И также я заказала самые обычные гель-красочки, которые буду использовать для дизайна ногтей. И сейчас я вам покажу мастер-класс, как пользоваться гель-краской, которая предназначена для дизайна по мокрому. Мы обязательно перекрываем ноготок цветом. И если у него есть остаточная липкость, то ее нужно снять. Наносить я буду гель-красочку плоской широкой кисточкой. И наносить ее обязательно нужно тонким слоем. Я буду наносить на тот участок, на котором я хочу, чтобы у меня был дизайн. И теперь, не просушивая гель-красочку, по мокрому я буду рисовать всеми известные розы. Рисовать на этой гель-краске вы можете абсолютно любой фирмой гель-лаков, потому что они все будут хорошо на ней растекаться. Ставлю сушиться в лампу. Я сейчас возьму в основной цвет розы, добавлю белый, чтобы получить более светлый оттенок. И я им немножко высветлю лепесточки. А вот эту часть листьев, как обычно, немножко затемню. Сейчас я просушу лампу, перекрою матовым топом. И после я хочу еще добавить немножко прорисовки белой гель-краской без липкого слоя. После просушки или красочки я хочу добавить немного линий, чтобы хотя бы как-то заполнить оставшееся пространство. Но, в принципе, можно оставить и так. Вот такая роза у нас получилась. Еще я сейчас ее чуть-чуть украшу тразиками, абсолютно чуть-чуть. Их не будет здесь много. Как крепить тразы и бульонки я показывала ранее в видео. Ссылочку оставлю в описании. Совсем немного добавила опаловых камушков, бульонок. И наш дизайн готов. Также недавно в инстаграме я скидывала эти розочки. Они тоже, кстати, сделаны с этой же гель-краской. Здесь уже немножко другой вариант. Здесь можно использовать их как в таком расположении или в таком. Сейчас я вам покажу второй вариант. Это когда мы наносим гель-красочку на весь ноготок. Беру кисточку и в хаотичном порядке начинаю расставлять капли абсолютно разных размеров. Я решила закончить на половине ногтя, даже чуть больше половины взяла. Просушила в лампе, перекрыла матовым топом и дизайн готов. С этой краской будут растекаться абсолютно любые гель-лаки, поэтому это прям такая находка для меня. И особенно для тех людей, у кого все-таки не получаются до сих пор дизайны по-мокрому. Все товары, которые я показывала в этом видео, я заказывала в интернет-магазине МКосметик. Ссылочки, конечно же, будут в описании под видео. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки на мои социальные сети будут в описании под видео. Ну а я всем говорю до скорых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok